Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава Евангелия от Марка, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Девятая переломная, восьмая была такой главой повторов, а в самом конце было исповедание Петра, когда он говорит Иисусу, ты Христос, то есть ты Мессия, ты тот Царь, ты тот, кто являет Божьим Царством на земле, и кого мы ждали. Ну, все хорошо, да, или как-то еще какие-то проблемы есть, а на это Иисус отвечает, что Сыну Человеческому предстоят страдания, отвержения и смерть. Вот очень резкий контраст, да, мессианские ожидания, они связаны с победой, они связаны с изгнанием захватчиков, с установлением Царства Израиля, которой задано Царство Божие, как это. И вот девятая, она служит некоторым ответом на то, что в восьмой задано как вопрос. И вот этот разговор, он еще не закончен, в конце восьмой мы оставляем, да, разбивка на главу, она была сделана поздно, поздно достаточно, вот мы оставляем этих апостолов рядом с Иисусом, и в девятой продолжается разговор. Иисус сказал им, аминь говорю вам, если среди стоящих здесь и такие, кто прежде чем вкусят смерть, увидит приход Царства Божьего во славе. И вдруг только что шла речь про страдание смерти, вдруг Царство, которое приходит во славе, ровно то, чего ждали. Как это? А через шесть дней, как будто ответ на этот вопрос, а через шесть дней Иисус берет с собой Петра, Якова и Иоанна, и с ними одними поднимаются на высокую гору, и там он пред ними преобразился. Его одежды засияли небывалой белизной, никто на земле не смог бы так их отбелить. Им явились Илья с Моисеем, они беседовали с Иисусом. Илья с Моисеем — это законы пророки, законы Моисея и пророки Илья, которые беседуют с Иисусом, и тем самым в нем совершается полнота закона и пророков. Это не просто какая-то встреча, это вот то самое Царство Божие, которое явилось здесь сейчас, но только нескольким ученикам. Не слишком ли странно? Петр сказал на это Иисусу, рови, как же нам здесь хорошо. Давай поставим тут три шалаши, один тебе, один Моисею, один Ильи. Рови — это обращение к учителю, то есть великие. Шалаши, то, что ставили во времена праздника Куща или Суккот на древнееврейском в памяти о переходе израильтян через пустыню, когда жили в шалашах. И вот они там стараются остаться для того, чтобы праздновать постоянно этот праздник шалаши. Но этот праздник, он связан с переходом, с переходом из египетского рабства к обетованной земле. В шалашах нельзя оставаться навсегда. Это временное жилище. Петр просто не знал, что на это сказать. Так они испугались. И тогда накрыло их облако, и из этого облака прозвучал голос. «Это мой возлюбленный сын, слушайте его». Похоже, мы уже видели в истории о крещении Иисуса. И здесь, по сути дела, да, явлено его достоинство мессии, его достоинство царя, его достоинство сына Божьего. И не очень понятно, как это соотносится с земной реальностью. А на земле там ироды его сторонники, фарисеи, римляне, вот это вот все. И куда с этим? Давайте останемся на горе, построим шалаши. Здесь так здорово. Мы уже выяснили, что хлеб Иисус нам даст, когда будет нужно, что все произойдет хорошо. Вот простое и понятное желание остаться там, где хорошо навсегда. Такая страна вечных каникул. Не бывает. Внезапно они очнулись, огляделись и уже не увидели с ними никого, кроме Иисуса. Минутное даже как будто видение такое, да? Но вот бывают в жизни такие моменты, которые долго не длятся, но которые жизнь меняют, которые заставляют человека почувствовать что-то такое, чего он никогда не переживал в жизни. Задержаться в этом невозможно, но невозможно и забыть. А когда они спускались с горы, он запретил им рассказывать опять. Ну сколько можно всем запрещать рассказывать? Иисус выходит на проповедь, но запрещает все время рассказывать о том, что с ними произошло. Где логика? А логика простая. Его проповедь не в том, что он великий чудотворец, а в чем-то другом, в том, что надо покаяться, изменить свою жизнь, в том, что пришло царство Божие. Это всего лишь подтверждение, которое дается здесь и сейчас. Ровно вот такие моменты просветления. Но не содержание основной его проповеди. Он запретил им рассказывать, кому бы то ни было об увиденном, пока он не воскреснет из мертвых. Звучит, конечно, для людей, которые не знают, что произойдет, пока рак на горе не свистнет. То есть пока не произойдет то, чего не происходит вообще никогда. И, наверное, они обескуражены этим. Они сохранили все втайне, но между собой недоумевали, что это значит воскреснуть из мертвых. Не будем к ним строгим, мы это знаем, но для них это то, чего не происходит. Стали вас спрашивать, а как же книжники говорят, что сначала должен прийти Илья? Да, они уже признали в нем Мессию, собственно, в предыдущей главе Петр это сказал. Видимо, остальные ученики, или, по крайней мере, многие из них уже признали тоже. Но, да, представление тогдашних знатоков закона, что пророк Илья должен прийти сначала и только потом Мессия. Вот Богу ставится определенное условие, как он должен все осуществлять. Мы же прочитали в книжке, что вот так будет. Вот так, значит, и должно быть. Он сказал им, да, первым приходит Илья и все расставляет по местам. А что написано о сыне человеческом? Его ожидают великие страдания и презрения. Впрочем, говорю вам, Илья уже приходил и с ним поступили, как захотели, как о нем и написано. Кто Илья здесь не сказано, в параллельных Евангелиях будет обозначено более ясно. Иоанн Креститель, которого убил Ирод, поступил с ним как захотел и как это и было предсказано. И стало быть, если с Ильей, с предшественником Мессии, так то и с Мессией тоже. Вот еще один намек. То есть, смотрите, они ждут прихода Мессии как прихода триумфального, как прихода, который победит все и всех. Он говорит им о приходе, который будет наполнен страданиями, который завершится смертью. Потому что люди так это воспринимают, потому что люди хотят так поступить с Мессией, с пророками, с теми, кто выбивается из их привычных представлений, с теми, кто мешает им жить так, как они хотят. Они вернулись к остальным ученикам и увидели, что с ними спорят книжники, а вокруг собралась большая толпа. Заметив его, вся толпа в возбуждении побежала ему навстречу с приветствиями. Он стал их спрашивать, чего вы от них хотите, имея в виду от учеников. Грубый вопрос. Но, видно, было написано у них что-то на лицах. Вот, когда приходит к тебе человек и явно чего-то от тебя хочет, а тут целая толпа. О, вот где они, вот где они, наконец-то мы их нашли, давайте, давайте скорее, да? Чего же они могут хотеть исцелений? Один человек из толпы ему ответил, учитель, я привел к тебе своего сына, им овладел дух немоты. И как найдет он на сына, бросает его озим, тот скрижищет зубами с пеной на устах и цепенеет. Описание похоже на эпилепсию. Я сказал твоим ученикам, чтобы они его изгнали, а они не смогли. Вот такое бюро добрых услуг, да, как это называлось в советские времена. Или бюро ритуального обслуживания населения. Ну, давайте, изгоняйте, бесы там, в чем проблема-то, не смогли. А, ну, сейчас пойду на жалуюсь главному. Иисус сказал им в ответ, урод неверный, как долго мне еще быть с вами, как долго мне вас терпеть, приведите его сюда. Вот такое раздражение слышится в его голосе. И ведь люди уже привыкли к этим чудесам, да, люди уже понимают, что это такое хорошее средство для исцеления безнадежно больных. А, что еще, вот, как-то не соображают, как-то у них не хватает силы, веры, вообще, чего бы то ни было для того, чтобы увидеть нечто большее. Но Иисус терпит. Мальчика привели к нему, и как только дух его увидел, тот самый, который мальчиком владел, мальчика тотчас стала бить дрожь, он с пеной на губах валялся по земле. Иисус спросил его отца, и давно с ним такое? Тот ответил, с малых лет, часто дух бросал его в огонь, в воду, лишь бы погубить. Если можешь чем-то нам помочь, сжалься над нами. Интересно тоже, что Иисус здесь совсем не выглядит всеведущим, да, он разузнает просто, как обычный человек стал бы расспрашивать какого-то мальчика привеленного, впервые видит и уточняет, что с ним происходит, да. Иисус ему отвечал на это, если можешь, все возможно верующему. То есть, смотрите, здесь открыто то, на что, пожалуй, уже были даны намеки раньше, после преображения. Вот он говорит открыто. Дело не в том, что я могу, дело в том, что и вы можете, если вы будете такими же верующими. А вот ответ отца мальчика, он совершенно потрясающий. И отец мальчика тотчас воскрикнул, верую, помоги моему неверию. То есть, он говорит, я понимаю, что моя вера не сильна, что и фактически нет, что моя вера это как неверие, но я стараюсь, я пытаюсь. Я понимаю, что без тебя это моя вера неверия, она так и будет болтаться где-то между да и нет. А Иисус, видя, что сбегается толпа, так приказал нечистому духу, видимо, чтобы поскорее с этим закончить, чтобы это вот шоу не начиналось на большую аудиторию. Так приказал нечистому духу, дух немоты и глухоты, я повелеваю тебе, оставь мальчика и больше никогда в него не входи. И дух его оставил с воплем и судорогой. И мальчик стал словно мертвым, многие сошли, что он умер. А Иисус, взяв его за руку, поднял и поставил на ноги. То есть, дух как бы настолько его подчинил себе, что фактически мальчик утратил контроль над собой. Когда дух из него вышел, то мальчик и не знал, как ему его нужно было прям взять и поднять. И смотрите, ответ веру и помоги моему неверию абсолютно Иисуса устроил. Тот бы мог, наверное, начать тужиться, пыжиться. Апостолы, кажется, пытались это сделать, и им не удалось. Мог бы сказать, а раз так, то и не надо мне ничего. Но это его сын, как он его бросит в таком положении. И вот, может быть, это такой честный ответ. Верою, помоги моему неверию, которая звучать должен был бы гораздо чаще, чем всякие слова о вере. Я пытаюсь, но не хватает силы. Когда он вошел в дом, ученики стали его спрашивать, а что же мы не смогли его изгнать? Ну, обидно им же была дана такая сила. Он им ответил, этот род ничем не прогнать, кроме молитвы. Некоторые рукописи добавляют, кроме поста и молитвы. Но здесь даже целое рассуждение вводится о том, что вот пост, кто-то его пытается исключить. Но, смотрите, вопрос-то главный не в этом. Он дал ученикам силу изгонять злых духов. И они не смогли. Он говорит, только молитва может. Что же они не молились, ученики? Они что, просто как фокусники пытались там сказать, скребли-крабли-бумсы, все сработало? И до сих пор срабатывало? Вряд ли. Мне кажется, здесь вопрос в том, что это тоже сила веры. Это тоже вот молитва, которая движет горами. Вот у них еще такой молитвы не было. Что вот они столкнулись с каким-то особенно сложным случаем. И этот особенно сложный случай требует особенно усиленной молитвы. И вот у них пока не вышло. Вот ученики, которые наверняка на вопрос веруешь ли, ответили бы, веруем, веруем, конечно. Убеждаются, что и их неверию тоже нужно помочь. Оттуда они отправились в путь по Галилею. Он не хотел, чтобы о нем знали опять, да, вот этой славы и этой популярности. А учеников он наставлял, рассказывал им, что сын человеческий снова будет предан в руки людей убитыми. На третий день после убийства воскреснет. Они не поняли сказанного, а переспросить его боялись. Зачем же говорил? Или почему не объяснил? Может быть, как и с верой, вот это понимание, я понимаю, помоги моему непониманию. Но понимание придет полностью лишь когда произойдут события. Вот не до конца это понимание. Оно лишь попытка, оно лишь стремление к пониманию. Так они пришли в Капернаум. И когда уже зашли они в дом, он их спросил, о чем это рассуждали вы по дороге? И такое ощущение, что здесь это вопрос скорее риторический, что он знает ответ, догадывается, по крайней мере. Они молчали, потому что по дороге зашел у них разговор, кто из них старший. Ну, вечный вопрос, да, кто начальник, кто подчиненный, кто какое место в иерархии занимает. А он присел, подозвал двенадцать и сказал им, «Если кто хочет быть первым, пусть будет самым последним, слугой для всех». Он взял одного ребенка, поставил среди них, обнял и сказал им, «Кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто принимает меня, не меня принимает, а того, кто меня послал». И мне кажется, здесь естественная связь с исцелением этого мальчика припадочного. Ученики почему-то не справились. А потом они спорили, кто первый. Вот у них ни у кого не хватило силы веры для этого чуда. А они спорят, у кого вера у меня пятнадцать процентов, а у тебя только восемь. Я выше тебя вот по этой табеле о рангах, да. И он говорит, а вот вообще малыш, который явно последний. Тогда не было, пожалуй, такой детоцентричности в культуре, как сегодня есть. Маленький ребенок, он точно никакого положения в иерархии не занимает. И он говорит, вот он самый старший. А почему? Наверное, потому что такой малыш, если уж верит, то верит. Вот у него есть какая-то наивность, какое-то, может быть, детское доверие. Все, что он услышит, он воспримет за чистую монету. Но зато вот есть эта цельность. Оказывается, что вся иерархия переворачивается. Вот в предыдущей главе Петр его исповедует Мессией, Христом. И одновременно Иисус говорит, что его ждет отвержение, смерть, позор. И здесь они спорят о том, кто первый. Он говорит, вот самый ничтожный, это самый первый. И, собственно говоря, вот только что исцелив ребенка, может быть, постарше, может быть, и того же возраста, он показывает, что это не потому, что вот он очень сжарился над ребенком, не потому, что ему приглянулся этот малыш, а потому, что это самое важное. Вот самый слабый оказывается самым главным. Другая иерархия, наоборот. И он ему сказал, учитель, мы тут узнали, что один человек твоим именем изгоняет бесов. Мы ему запретили это делать, ведь он не следует за нами. Ну, еще бы, эксклюзивные у нас права. Иисус ответил, не мешайте ему, кто именем моим сотворит чудо, ни за что не сможет в скорости меня злословить. И, знаете, кто не против нас, тот за нас. И кто напоит вас чашей воды во имя того, что вы Христовы. Аминь, говорю вам, не лишится он своей награды. Многого требовать от других не надо. Только что Иисус требует довольно многого от них. Ну, даже не он требует, а они требуют для себя довольно многого. И он говорит, а вы соответствуете? Вы не смогли изгнать беса, вы пытаетесь выяснить, кто из вас старший, а старший из вас самый младший. А к другим вы очень строги, не к себе. Так не будьте к ним строги. Пусть всего лишь какое-то мелкое действие, чаша воды, самое маленькое, что можно сделать для другого человека. И это уже благо. Не надо ждать, вот не надо ставить каких-то условий, каких-то стандартов, выкатывая другому человеку. Ты должен дальше длинный список. Хотя бы что-то. С другой стороны, а кто соблазнит одного из этих маленьких людей, верующих в меня? Тут вот только что про детей разговор, да? То есть не обязательно это малыши в прямом смысле слова, но какие-то наивные люди, у которых, может быть, в иерархии нет важного места. Кто соблазнит одного из этих маленьких людей, верующих в меня? Такому было бы лучше, если бы его с мельничным жерновом на шее бросили в море. Если тебя соблазняет правая твоя рука, отруби ее. Лучше тебе обрести жизнь вечную одноруким, чем с двумя руками отправиться в гиенну в огонь неугасимый. А если нога соблазняет тебя, ее отруби. Лучше тебе обрести жизнь одноногим, чем с двумя ногами быть брошенным в гиенну. А если глаз тебя соблазняет, вырви его. Лучше тебе войти в Царство Божие одноглазым, чем с двумя глазами быть брошенным в гиенну. где червь грезет их без устали и не гаснет огонь. Но гиенна — это название долины, в которой сжигали мусор, гехенном, оно и в переносном смысле слова — это место посмертного наказания. Так, многие ли видели христиан, у которых одна нога, одна рука и один глаз? А еще лучше совсем нет. Такие люди есть, но, как правило, они жертвуют каких-то болезней либо катастроф. То есть сам себе глаз никто не вырывает. А что же, ни разу глаз никого не соблазнял, никто ни разу не смотрел на что-то, на что лучше бы не смотреть? Не верю. Я думаю, что по многу раз каждый. И рука тянулась, и нога шла. И что мы не исполняем? Вот одно место, которое, мне кажется, практически никто не пытается исполнить буквально. А надо ли? Вот смотрите, сама речь, она очень образная. Кто напоит вас чашей воды? Да, чашей воды можно буквально напоить. Лучше было бы, если бы с мельничным жерновом бросили в море. Тоже можно бросить, но явно не предполагается идея, что надо вот немедленно брать таких людей, бросать их в море. Мельничный жернов — это очень большой камень. То есть так, что не выплывешь. И вырывать руки, ноги, глаза самому себе, тем более довольно трудно все-таки отрубить себе руку. И вырвать глаз тоже как-то самому себе несподручно. А другому не надо. А вот это, между прочим, может быть, одна из мыслей, которая здесь коренится. Они только что говорят, человек твоим именем что-то делает, но мы не согласны. Он им говорит, а вы сами за собой смотрите. Вы себе вырываете глаза, руки, а не другому человеку приказываете, что ему делать, что ему не делать. И, конечно, традиционное понимание этого места, оно связано с тем, что человек должен отказаться от некоторой части себя. Ну, это моя природа, натура, культура, воспитание, особенности характера, что-то еще. Вот это мое я, без этого не я. А здесь, грубо говоря, сказано, но если ты без этого не ты, то это твое. Оно может тебя утащить в гиену, оно может тебя увести от Бога. Лучше от этого откажись. Это бывает сделать ничуть не проще, чем ногу себе отпилить. Всякий будет освящен солью и огнем. Тут как будто совсем про другое, но это про жертвоприношение. Потому что при жертвоприношениях жертва солила, соль с древнейших времен — символ чистоты, потому что соленые, они гниют. И при чем здесь это? А вот человек приносит себя как жертву Богу. И в этом смысле он должен и отказаться от какой-то части себя. Вот что такое жертва? Это просто взять и зарезать барашка? Или это себя изменить? Или это сделать что-то такое, что, может быть, тебе тяжело для себя, для своего я, но что ради Бога ты делаешь? И тут же. Соль хороша, но если соль устратит соленость, чем вернете ей вкус? Соль нечем солить. Да, мы солью все солим. А если соль вдруг на вкус как мел, то чем ее посолишь? Соли нет. И вы соль, говорит он, здесь этого не сказано, это есть, конечно, у Матфея, но смысл ясно восстанавливается из контекста. То есть если утрачивается вот то самое главное, что отличает вас, соленый вкус теряет соль, то получается, что уже все, этого в мире больше нет. Если соль не солона, то ничего соленого в мире больше нет. Если вы не божьи, то ничего божьего в мире больше нет. Имейте в себе соль, а между собой мир. А где признак? Творить чудеса? Нет, иметь между собой мир. А чудеса, ну, вот если будет соль, если будет мир, если будет все вот это, то, наверное, и чудеса будут происходить. Хотя напрямую здесь ничего об этом не говорит. Смотрите, смотрите, они начинают с разговоров, почему мы не смогли сотворить чудо, он заканчивает, Иисус заканчивает наставлением, имейте в себе соль, а между собой мир. То есть творение чудеса, это какое-то следствие даже не очень важное. А речь идет, на самом деле, о совсем-совсем другом. Проблемно все. Как начиналось хорошо, триумфальное исцеление, проповеди и все прочее. Вот уже все начинается сложнее, чем дальше, тем сложнее оно будет в этом Евангелии. Продолжение следует...